Одни из первых на Луганщине приказ к выполнению, пожалуй, главного пункта Минского меморандума получили гаубичные расчеты. Эти позиции в поле они удерживали многие месяцы. В распоряжении этого артиллерийского звена 4 гаубицы Д-30 калибра 122 мм. Все они 80-х годов выпуска, все взяты с законсервированных складов, но очевидно теперь туда они и вернутся. По Минским соглашениям вся артиллерия калибра свыше 100 мм должна быть отведена за 50 км от линии соприкосновения с противником. Но очевидно, эти пушки отправятся в сам Луганск. Орудия с женскими позывными Анку и Таньку укутывают в брезент, затем цепляют к грузовикам. В окрестностях столицы ЛНР линия фронта проходит по реке Северский Донецк. Стоящий на ней город Счастье и станицу Луганскую до сих пор контролируют украинские силовики. По идее, они обязаны отвезти артиллерию как минимум к Беловодску. Он как раз в 70 км по прямой. Но пока зенит и ракетные системы вооруженных сил Украины остаются на своих прежних позициях. Откуда все последние дни перед перемирием они били пожилым кварталом. Постоянно была стрельба и из артиллерии, и грады обстреливали, и ураганы. Постоянно не прекращался огонь вообще. Отводите, да, но тем не менее, все-таки доверие есть к противнику, что он вот то же самое сделает. Хотелось бы верить. Вообще, как бы, сейчас тихо. Режим перемирия здесь соблюдается. Последние двое суток артиллеристы несли дежурство в обстановке спокойной, но довольно нервной. Готовили еду на костре, прислушиваясь к непривычной для них тишине. Когда похожие договоренности были достигнуты в сентябре, у костра сидеть было некогда. Тогда вообще огонь не прекращался, как бы, ну, не было прекращения огня. С их стороны вообще не было. С нашей было затишье какое-то время. Пока, ну, пока не поняли, что они не хотят останавливаться. Грузовики делают несколько ходок. Нужно забрать сотни ящиков с боеприпасами. Почти все пушки уже сняты со своих позиций, задернуты чехлами. Сейчас ополченцы загружают в грузовик боекомплекты, которые были привезены сюда несколько дней назад, но так и не были использованы. Кто первый начнет отвод вооружений власти провозглашенных республик, и украинские военные никак не могли договориться. По логике действовать надо синхронно, но кто за этим проследит? Ополченцы, наученные горьким опытом, в порядочность своего врага не верят. Не хотелось бы покидать свои позиции, но приказ есть приказом. Они с своей стороны делают то же самое? Есть отводы на этот час? Ну, насколько известно, что пока с их стороны не принято никаких действий по поводу отвода. То есть поджентльменские первые? Ну, как всегда. Мы свое слово держим. Они нет. Еще накануне потянулись вглубь подконтрольной ЛНР территории танки и бронетранспортеры. Тяжелое вооружение с нашей стороны еще начали вчера вечером отводить. Уже шли колонны танков и артиллерийских орудий. Со стороны Украины у нас таких данных нет. Сказать, насколько они выводят, мы сможем сегодня ближе к вечеру. Хотя с утра, опять же, боевые действия в районе Дебальцевского котла вооруженные силы Украины проводили дальше. По Минским соглашениям отвод реактивной и крупнокалиберной артиллерии должен начаться не позднее двух дней с момента вступления в силу режима тишины и завершится в течение двух недель.